Суфля Воздух Легкая линейка Погнали Давайте мы пока элемент отложим в стороночку И пока заострим наше внимание больше на кальянах Две модели Производятся эти модели кальяна в России Optima Видимо от латинского языка Optimus Это вроде наилучший или лучший И Амальгам Мне нравится это название Амальгам Это по-моему еще так Это по-моему Смесь металлов с ртутью Если вам это не изменяет Ну это чисто о названиях Вот у нас кальян в собранном виде Это модель Optima Она вот в такой белой коробке как раз таки и продается Я просто вам показал ее Но теперь я отложу ее в сторонку Чтобы она не мешала, не отвлекала нас От основного кальяна Вот так он выглядит И в нем действительно есть определенная особенность Которая мне показалась интересной И о которой я хотел поговорить, рассказать Показать вам Чтобы вам было полезно На самом деле эти две модели не сильно Отличаются друг от друга по дизайну Они абсолютно одинаковые на самом деле по дизайну Есть небольшие различия там в основании шахты Ну так они не особо бросаются в глаза Ну давайте по порядку Ну все, я собственно достал всю шахту из упаковки Коробки у них Ну обычные, классические Кальянные упаковки Чтобы все в целостности и сохранности доехало Ничего сверхъестественного Поэтому они нам не интересны Мы их отложим в сторонку И зарастим наше внимание непосредственно на кальяне Давайте я сразу обозначу ценники этих шахт Они по дизайну, как я сказал, примерно идентичны Однако вот модель Optimus стоит в розницу 8500 рублей Потому что выполнена из нержавеющей стали и полиацетали А модель из нержавеющей стали полностью Опять забыл, как она называется Амальгама, точно, прошу прощения Слово сложное, не сразу воспринимается И не ложится на ум В общем она стоит Эта шахта 13200 рублей Дорого Давайте поймем, за что мы заплатим такие деньги Давайте начнем собирать эту шахту Смотреть, что здесь, как, кого, чего Вы уже из того, что я сказал ранее, поняли, что у этого кальяна тоже есть режимы тяги Их можно менять Здесь 5 ступеней режима тяги, как я понял Здесь на шахте, если вы обратите внимание, увидите Видимо, тем самым производитель пытался показать диаметр как раз-таки диффузоров, дырок Типа, если вы поворачиваете Я даже не знаю, как это назвать Если, в общем, вы поворачиваете вот это основание кальяна в правую сторону То у вас открывается диффузор И у вас становится легкая тяга Когда вы поворачиваете в противоположную сторону Это основание у кальяна у вас приближается тяга к классической То есть за счет вот размера, диаметра этого отверстия, круга Вы сможете понять, какая у вас тяга То бишь, чем больше круг, тем классическая тяга Чем меньше круг, указанный здесь на рисунке, на основании шахты кальяна Тем более тяга легкая В общем, давайте собирать, не буду все усложнять А просто на примере покажу, как это все выглядит Уже будем курить, вы сами все поймете Ненавижу рассказывать вот эти сложные всякие штуки Легче просто забить, показать В общем, погнали Вот основание шахты, погружная часть Она здесь выполнена из цельной трубки Здесь есть оринги для уплотнения Для вот уплотнения вот этой насадки Которая также служит как раз таки поворотным механизмом Для открытия и закрытия диффузора на конце погружной шахты Давайте собирать Мы вот это вот сюда вот так вот погружаем То есть у нас есть основание, да И мы вот в основании погружаем нижнюю погружную часть шахты И одеваем вот эту шапку, колпак поверх Прокручиваем, прокручиваем Чтобы вы понимали, здесь есть как бы отверстие под саморезы Под болты вот эти самые, которые вот сбоку торчат у кальяна И как раз таки эти болты фиксируют эту шахту И во время поворота этого механизма за эти болты У нас производится открывание и закрывание погружной части шахты Потому что здесь у нас внизу просто самый обыкновенный паз Ты его вкидываешь в этот паз И от верчения, кручения вот этого механизма То есть мне нужно сначала болтик подкрутить сюда, чтобы я смог вам показать Будет производиться поворот вот как раз таки этого Этой накладки на нижнюю погружную часть шахты Во время произведения поворота То есть у тебя диффузоры либо открываются, либо закрываются Ну сейчас я соберу до конца Надеюсь, правильно и вы И я все поймем, как это работает Но здесь нужно немного постараться найти вот эти отверстия Грамотно попасть В общем, могу сразу сказать, что мыть и ухаживать за этим кальяном Это такое занятие будет действительно на любителя И вам придется этим заниматься Если вы хотите его купить домой Это будет не очень просто Что ж, давайте сейчас в ускоренном темпе я вот это все поверну, соберу Ну вот, собственно, прикрутили мы это основание, которое производит поворот нижней погружной части шахты Точнее накладки на погружную часть шахты Вот мы накладку надели Здесь обычный паз Ты его закидываешь и все, он там стоит И крутишь, вертишь Вот мы обращаем внимание на то, что у нас диффузор Закрыт И тяга классическая И открыт Если вы как бы хотите еще поиграться с тягой То есть возможность еще и открутить вот эту нижнюю насадочку на конце шахты И у вас будет прям классика, классика, классика ужаснейшая, да Поэтому здесь все на любителя Я покурю с этой пимточкой Мы сейчас поэкспериментируем Подергаем, подвигаем в разные стороны Посмотрим, как это работает Вообще, мне нравится, как выглядит погружная часть шахты Она выглядит, как ствол ППШ Прикольно Мы уже провели с оператором аналогию И заметили такое сходство В общем, забавно Давайте собирать дальше шахту Кстати, что еще прикольного Вот в этих моделях шахты Их можно недособрать Ну, то есть, если вы хотите шахту поменьше Вы можете собрать одну вторую этой шахты И верхнюю часть недособирать Давайте, кстати, так и сделаем Вот у нас будет модель Optima в полном росте А модель Amalgama будет в неполном росте Погнали Сейчас мы его... А, зачем? Мы же собираемся вот так в красоте сделать Хоп-хоп И он, кстати, тоже симпатично смотрится, я тебе скажу В таком росте Типа, мне больше нравится, когда он мелкий Нежели когда он большой Прикольно Но Не все так прикольно, как хотелось бы Поэтому давайте мы сейчас Поставим его тоже на колбу И я коснусь Самого, наверное, главного Минусов этого кальяна Точнее, этих двух кальянов Погнали Я все-таки решил вам показать Как эта шахта выглядит в полный рост В полном сборе Но курить я буду на заниженной На одной, второй От этой шахты Давайте я коснусь Вот буквально быстренько Самых главных минусов Которые мне бросили в глаза Которые мне не понравились Которые оттолкнули меня от этого кальяна Во-первых, это то, что Ну, я сейчас касаюсь Только моделей из нержавеющей стали Поэтому Ну, не знаю Мне кажется, кальян за 13200 рублей Не должен так гребезжать Во-первых, ходит вот это основание Как раз-таки поворотный механизм Который позволяет нам и регулировать Тягу кальяна Мне не нравится, как она ходит Вверх-вниз Честно, как-то немного кустарненько выглядит Не выглядит, а ощущается Вот, как бы Эта насадка, которая выполняет функцию Опять же, смены регулирования тяги Тоже мне немного смещает Она какая-то Ну, прям кустарностью отдает Не очень нравится качество выполнения Этого кальяна Нравится, в принципе, как он отполирован Нравятся стыки, нравится резьба Но не нравятся вот эти мелкие детали Которые как-то вот Ну, мне кажется Просто эти маленькие детали Они очень важны для того, чтобы Концепт закрыть кальяна Да, что вот это крутой продукт С интересной задумкой С интересной рабочей системой Смены тяги Но такие маленькие мелочи Должны все-таки учитываться Если эта компания собирается занять Кую-то реально определенную крутую нишу И ее удерживать Поэтому как-то так И также меня очень сильно смутили Оринги До сих пор люди делают кальяны на орингах Эти шахты на орингах Которые раздрачиваются Рано или поздно Это, конечно, очень плохо Очень спасибо большое, конечно, за Дополнительный комплект орингов Но все же лучше сделать на притирке Чтобы оринги, в принципе, не нужны были Как-то вот так По модели Optima Ну, я еще бы отметил минус Это мундштук кустарнейший Такое ощущение, что это какая-то игрушка А не мундштук Типа ужас самый настоящий Подержи, оператор, в руке Просто дай оценку Как детская игрушка Да, а вот амальгаму подержи в руке Она хоть и по дизайну такая же Одинаковая, но ощущается Куда более увесисто Куда более серьезно Да Поэтому мне, если честно Модель кальяна Optima За 8500 Не очень сильно понравилась Даже учитывая, что за 8500 Вы получите систему охлаждения Я говорю систему охлаждения Систему смены тяги Как бы Коррес Хука У него больше она, кстати Вот вертикально выполнена Эта система Смены тяги Если что Вы можете по ссылочке перейти В уголке экрана И посмотреть обзор на Коррес Хука И попробовать сравнить Эти два кальяна Они примерно Одинаково стоят Я имею ввиду Дешевую модель И Optima Из полиацетали Давайте, короче, курить Уже на них Пробовать И показывать Потому что Самый главный вывод Я сделаю, собственно, в конце Сказав и о том И о том кальяне Окончательно на свое слово Итак, давайте перейдем К следующему Объекту Нашего сегодняшнего обзора Это новая линейка От компании Element Линейка воздух Многие, возможно, уже слышали Кто не слышал Вникайте В общем, это легкая линейка От компании Element В ней 18 вкусов И в своей основе Все эти вкусы В основном Тропические Ягодные Миксы Сочетания Поэтому Давайте подробнее Как я уже сказал Две фасовки В 40 грамм Вот так выглядит упаковка И в 200 грамм Вот так выглядит контейнер 40 грамм Стоит 195 рублей У нас в Хука Таймшопе 200 грамм Стоит, по-моему 890 рублей У нас в Хука Таймшопе И за упаковку И маркетинг Вообще всегда Я говорил, что Element Это круто Они клево делают упаковки Они очень стильные Очень минималистичные Прикольные С такой золотой Отблеской Которая Мне лично нравится Вы знаете почему И также, кстати Мы сегодня Только с оператором Заметили прикольную тему Что у них не наклейки Такое ощущение На контейнерах А вот прям реально печать То есть Мы пытались ее как-то Как-то поддеть Сдереть Но, в общем Мне контейнеры нравятся Они удобные и в работе И Прикольный, короче Дизайн Ставлю за внешний вид Упаковки Твердую пятерку Давайте по вкусам Пройдемся Сразу подмечу Три вкуса Которые мне действительно Зашли Я, по-моему Почти все покурил Всего лишь парочку Не покурил Вкусов Отмечу Байкал Клевый Газированный вкус Интересный напиток Чувствуется тот самый Байкал От черноголовки Я его люблю Но редко пью Потому что там много сахара Но, тем не менее Вот этот вкус Мне действительно Очень хорошо зашел Берри Тейл Это типа Какая-то ягодная сказка На самом деле Это очень яркое сочетание Каких-то ягод Там такой большой микс Что я акцентированно Не понял, какая там Именно ягода преобладает В общем, яркий, сладкий вкус Тоже мне действительно зашел И бананера Тоже мне зашел этот вкус Здесь банан И легкая такая кислинка По-моему, лимонная Кстати, еще, да Арчата мне тоже зашла Тоже хочу ее отметить Почему-то Сразу о ней не вспомнил Но, действительно, вкус неплохой Для легкого табака Хорошая рисовая такая Ореховая сдобность В общем, отличный вкус Тоже мне в чистую зашел Вот эти 4 вкуса Из 18 я В первую очередь рекомендую Купакуру Многие-многие-многие Ребята в инстаграме Когда я снимал сториз Про элементы И его топовые вкусы Говорили про Гранатовый холст Но мне на самом деле Гранатовый холст Совсем не понравился Опять же, здесь дело Вкусовщины Каждому свое Давайте мы поговорим Еще немного О его качестве курения Табак курица Очень легко Это легкая линейка Никаких ТХ Голд Вирджиния Курица комфортна Курица достаточно долго Но я заметил, что не все вкусы Видимо, соотношение аромки И пропилена Там, ну, типа Не везде удачное Поэтому Некоторые вкусы Курица действительно Долго и ярко А некоторые вкусы У меня почему-то Начали Быстро потухать Жаростойкость Здесь стала Чуть Меньше Нежели в предыдущих Линейках Земля И вода Но Тем не менее Табак действительно Интересный Сейчас мы попробуем Еще пару интересных вкусов Которые я подметил Сейчас они вон там вот греются И в целом Сможем какой-то уже Более-менее Конкретный вывод По этому табаку сделать И сказать Имеет ли место быть Или не имеет И чего ему не хватает Собственно Чашечки у нас уже греются В одной чашке у нас Чистым По-моему Ноер Мелон Да Во второй чашке у нас Тропикана От элемента У нас там Сатира ананас У нас там Чебака Гуава И у нас там По-моему Альфакер Два яблока Для легкой анисовой нотки Интересно посмотреть Как тропические вкусы Смогут среди вот этого Обилия разных вкусов Себя раскрыть Проявить Там все примерно В равных пропорциях Под своем как в миксе Будет раскрываться Элемент воздух И вот чистым тоже покурим Мне стало интересно Что это за дыня такая Ноер Мелон И пока чашки греются Я хотел сказать Что ребята из Ретрофит Еще делают чашки Кстати на 3D принтерах Я правда не рискнул На них покурить Не знаю Как-то не с доверием Я отнесся к чашке Напечатанной на 3D принтере Но мне стало интересно Вам показать Потому что они просто Тупо симпатично выглядят И с такой глазурью интересной Я как-нибудь все-таки покурю И скажу вам фидбэк Но сейчас не хочу Портить себе покур Потому что это утренний покур Он всегда должен быть крутой И чтобы он был крутой Нужно курить на тех чашках На которых ты уже уверен У них там несколько По-моему моделей Evil, Funnel и Color У меня вот только две модели Это Evil и Funnel Color у меня нет Поэтому не знаю Как они выглядят Ну примерно та же самая чашка Только с разной формой Полагаю что Color Должен быть прямоточной чашкой Но не уверен Также ребята делают Кстати Мульштуки Персональные Странные Но Делают Один мульштук у них В форме Соски Что показалось Мне действительно странным Я не очень понял Приколюки Но видимо парни По этой теме Угорели Но мне такой персональный Мульштук не очень понравился Я его чисто за интерес Вам показываю Это конечно Ну типа Очень на любителя движуха Я Я конечно попробую Сегодня с него покурить Но Это будет странно Вот второй Мульштук мне больше понравился Он Он больше такой Выдержанный Утонченный Клевый И Интересный Сейчас я вам тоже Его покажу Если честно Не знаю сколько они стоят Я думаю Не очень дорого В пределах озумного Но вот этот Прям клевый Он прям такой Оптимальный Прикольный Правда он без силикона Но ничего страшного Если наденешь Обе стороны рабочие Обе анатомические Поэтому Туда удобно Туда силиконы вставляй И с какой удобной стороны Кури В общем прикольно Ну я хотел покурить Сегодня с них Наверное не буду Буду со своего Мульштука курить Просто вам показал Имейте ввиду У ребят есть такие движухи Если интересно Чертните Я думаю чашки прогрелись Сейчас будем взрывать Итак дорогие друзья Чашки уже прогрелись Я уже обе чашки Попробовал И сразу говорю Нойер Мелон Сразу тоже Я вот двигаю к топам Вот эти 5 вкусов Можете сразу как бы Брать Покупать Пробовать Они курятся хорошо Действительно ярко Клево Мне понравились эти вкусы Давайте сейчас мы Посмотрим Что у нас делают Кальяны С этой системой Смена тяги В общем Сейчас у меня стоит Он На самой легкой тяге Тяга действительно легкая Давайте на вторую ступеньку Перейдем Она все равно легкая Но ощутимо стало чуть тяжелее Давайте на третью передачу Кстати продувается колба не очень Продувается полностью Но ни с первой Ни со второй Даже не с третьей попытки Не особо дискомфортно Но за 13200 неприятно Давайте на третьей передаче Сделаем тягу Мы уже больше подходим Вот как раз таки К классической тяге Но все равно есть бурление Легкое вот это Мелкими пузырьками Оно чувствуется Чувствуется что пока тяга диффузорная Такая полудиффузорная Давайте на четвертую передачу перейдем Вот с третьей на четвертой Чувствуется уже явная разница тяги Мы прям с полусредней Точнее с полулегкой Перешли сразу на такую среднюю Ярую классическую Как недолитый мамун Немного Давайте перейдем на пятую ступенечку Ну здесь тугость Тугость Я ощущаю прям туго-туго идет Чистая перелитая классика Система работает прикольно Пускай как бы Ну это Эта кустарность все равно Меня отталкивает Но пускай это клево Система работает прикольно Но кальян действительно Немного кустарноват Однако Внешний вид у него Достаточно забавный Я бы не сказал что он Типа какой-то Некрасивый Он достаточно симпатичный Выдержанный Блюдца у блюдца Я за него ставлю минус Короче за о ринге минус За блюдца минус За то что он может Стать вот одной-второй От полной шахты Что одна-что вторая модель Это плюс Вот вторая как бы Часть шахты Я ее отсоединил Захотел покурить на маленьком На маленькой версии Этого кальяна В целом мне покур По качеству курения нравится Опять же придираюсь К качеству исполнения кальяна Но Что уж поделать Как произвели Так произвели Я надеюсь на то Что производители Просто доработают Те эти мелочи О которых я сказал Что-то придумают Вот с этими разболтухами Которые у них Вот здесь присутствуют Неприятные разболтухи Что в основании шахты Что в погружной части шахты Давайте попробуем Теперь микс Попробуем Как тропикана Себя раскрыла Среди всего этого Обилия Гуавы Двойного яблока И ананаса Гуава Кстати еще раз повторюсь От чебака Двойное яблоко От альфакера Культовый вкус И ананас Один из самых крутых вкусов Хай-арома Усатира Мы специально взяли Такие яркие вкусы Чтобы посмотреть Как тропикана Среди этого обилия Сможет раскрыться Делаем тяги Проверим как раз таки Систему работы На этом кальяне тоже Легкая Работает все идентично По миксу Скажу следующее В основе я чувствую ананас Потому что у сатиры Ананас действительно Это очень яркий вкус Тропические нотки Я здесь чувствую На послевкусии Ощущается он здесь Но ощущается не так ярко Как я предполагал Потому что все примерно В равных пропорциях Однако анис Тоже уходит такими Вторыми нотками Вместе как раз таки С тропическим привкусом В целом получилось Неплохое сочетание Главное что в миксе Этот табак чувствует С себя тоже комфортно Давайте сделаем Легкий вывод По обоим продуктам Итак Так как я начал Этот обзор с кальянов Давайте выводы Тоже начнем делать с кальянов И начнем с Ретро фит оптима На самом деле В этой модели Кальяны из полиотстали Нержавейки Больше всего у меня Помимо вот этих Разболтух Которые здесь присутствуют И в одном И во втором кальяне И вот этих Оринг Меня действительно Смущает вот этот Мунштук Потому что он Удешевляет кальян Когда ты тем более Тактильно держишь В руке Мунштук Ты это вот Ну типа Это передает ощущение Качества Ощущение чего-то Дорогого Крутого Но здесь этого ощущения К сожалению Не преследуется В этом мунштуке Преследуется ощущение Того что это Какая-то просто Игрулька Ну вы поняли За 8500 Только если Вот за этот механизм За вот эту систему Которая работает И то Корос тоже дает Неплохой ценник На свои шахты Тем более что У Короса все Как-то более Стабильно что ли Собрано И работает примерно так же Вот модель Амальгама Мне понравилась Чуть больше Потому что Во-первых В исполнении Нержавейки Этот дизайн В кальяне Смотрится мне кажется Удачнее Опять же Меня отталкивают Вот эти все Вот эти Раздрачушки Но я об этом Уже не раз сказал Уже устал говорить Вы уже об этом Все услышали Поняли В целом За 13200 Все равно дорого Я бы не стал покупать Не тот кальян За 8500 Не этот кальян За 13200 Потому что Дороговато И все дело На самом деле В качестве исполнения Было бы оно на уровне Я бы сказал Что это круто Офигенно Мне нравится Но к сожалению Качество подкачало Поэтому желаю Производителям Не останавливаться На достигнутом Продолжать усовершенствовать Качество этого продукта Потому что Идея прикольная С этой 5 ступенчатой Сменой тяги И необычная Прикольная Гости любят играться С такими штуками Да и в целом Технологичные Такие прорывы Я приветствую всегда Но очень сильно Не приветствую Вот этот логотип Который вы сделали Из нескольких шрифтов Название Retrofit Смотрится Если честно Ужасающе Заметил Посмотри на Логотип Retrofit Он собран из нескольких Шрифтов И действительно Смотрится Действительно Действительно Не действительно Смотрится ужасно Короче Поэтому Я предлагаю Поменять Сделать его другим По воздуху Значит элемент Линейка воздух Вывод делаю такой Получилось интересно Упаковка топчик Приподнесено Все тоже очень интересно Но я Почему-то После Воды и земли Ожидал большего Ожидал большего Я был На самом деле Немного огорчен Узнав что Основная палитра вкусов Это какие-то Ягодные Сладкие миксы Да Или какие-то Тропические миксы Но я В целом Понимаю Почему такие Вкусы Выбранные В этой линейке Потому что Это легкая линейка А легкую линейку Курят в основном Люди Которые как раз таки Любят всякие Сладко-свежие Кальяны Кисло-свежие Тропические Сочетания Поэтому возможно Это оправданно Но я человек Который любит Больше какие-то Необычные вкусы Да Какие-то Необычные Сочетания Посчитал Что вот В этой линейке Не хватает Как раз таки Необычных Крутых миксов Необычных Крутых вкусов Мне из всей линейки Действительно Первым бросилось Глаза Арчата Я начал сразу Ее курить Поэтому в принципе Я предвзят На самом деле Я у меня очень Своеобразный вкус Поэтому Это нужно пробовать Чтобы понять Однако я Ожидал От этой линейки Большего Это вот пока Мой вывод Ну и по традиции Дорогие друзья Не оставим вас Без крутых ништяков Сделаем сразу Два розыгрыша В этом розыгрыше Будет одна модель Амальгама От компании Ретрофит Шахта Будет разыграна Между подписчиками И также Один блок Из 20-40 граммовых Упаковок Элемента Линейки Воздух Также мы разыграем В день Когда этот выпуск Появится на ютубе У меня в инстаграме На странице Айка Аште Смежно выйдет Пост Посвященный Как раз таки Этому выпуску И вам необходимо Подписаться На мой аккаунт В инстаграме Лайкнуть Этот пост Посвященный Этому обзору И в комментариях Под этим постом Отметить трех друзей С которыми вы чаще всего Курите кальян Условия очень простые Будут два победителя Один заберет шахту А второй заберет Целый блок Из 20-40 граммовых Элементов воздуха И сможет все попробовать Вам всем большое спасибо Дорогие друзья Спасибо за внимание Спасибо, что следите С вами был, как всегда Опять я, Айк Вам необходимо Как всегда по традиции Подписаться на мой канал На ютубе Вступить в группу Вконтакте Хукатаймклаб Подписаться на инстаграм Хукатаймклаб И на мой инстаграм Айкаште Потому что и конкурсы Как бы я его вроде активно веду Лишний повод Поэтому всех жду Опять на следующий обзор Всем удачи Курите правильные кальяны И будьте молодцами Ну и участвуйте Конечно в розыгрыше Потому что Как бы Движух это нормально Кальян вроде интересный Тем более Что за халяву Так вообще пушка зайдет Элемент Как раз попробуйте Всю линейку Сделайте тоже Свои выводы И возможно поможете В будущем мне дополнить Ту самую таблицу Из топовых вкусов Всех топовых табаков В России Кстати если не чертнул этот обзор Тоже посмотри обязательно Все Всем спасибо Всем пока Оператор Давай короче Делись впечатлением Сначала попробуй Начни с микса Я пока не хочу тебе Элемент чистым давать курить Потому что оператор Пока не пробовал В принципе элемент воздух Как я понял И вот как раз Он сейчас попробует Ноэр мелон И я ему еще потом Пару пачек кину В дорогу Тоже попробуешь Начни с микса Скажи как тебе Микс Сочетание Вкус Тропических фруктов Ощущаешь ты в этом В этой палитре Или как-то Богатый вкус Но он такой Мне немножко Химозненькое Дает Не знаю Какой именно Потому что я не знаю Кто из них На самом деле Я только гуау курил Ну много чувствуется Ананас отдельно Гуау отдельно Что-то еще Возможный элемент Альфа киев Двойное яблоко Он кстати слабо Вот может быть Ну чтоб Наверное его мало закинули Там примерно Равные пропорции На самом деле Чтобы не перебивал Почему-то я его не чувствую Странно Как тебе затея С сменой тяги Исполнение Качества В двух словах По мне Это прикольно Даже вот с учетом Этого люфта Это такое Реально ретро Может быть они Специально так назывались Это вот как Старый зенит Или калашников У них вот это цевьё Там болтается Для чистки Это прикольно То есть для тех Это шомпол Шомпол шатается Да-да Кому эта тема нравится Те заценят Это Для любителей Наверное так Ну За эти деньги Ты бы купил эти кальяны 8500 и 13200 В розницу Вот не берется Да сразу сказать Да купил бы Все-таки Что-то Отталкивает Да-да И все Мне кажется За 10 Прям вообще С руками Оторвут Думаешь? Да Ну блин Это мне кажется Тогда небольшая маржа будет Но в целом интересно Мне кажется Если они заморочатся Короче Понял Вот принципиально Доделать его Круто Чтобы было качественно Чтобы все прям так В стыки входило ровно Получится крутой кальян Действительно Да Даже 13-й жал Да Поэтому таких производителей, которые подходят идеально к своему продукту, пускай с первой выбытки неудачно, я всегда отношусь с уважением. Поэтому, если я начну доделывать, вообще респект, молодцы, продолжайте в том же духе, потому что эти ребята делают что-то крутое. Теперь пробуй Noir Melon. Кстати, реально прикольная дынька. Ну, как бы это легкота, да, мы делаем... Типа Чебаки? Наверное, даже вот, ну, что-то вот в этом, да, в пределе, может даже легче заходит. Ну да, легче. Просто у Чебаки есть такое небольшое давление жидкого никотина. Вот здесь табачный лист идет, и он, возможно, дольше накрывает, но так же примерно, как и Чебака. Он очень мягко заходит, очень мягко курица. По вкусу как? Ярко, прикольно вкусно. Прикольно, ярко. Да, неплохой вкус. А сейчас он стоит минут 20. Ну, ну, 20 минут немного, держит вкус хорошо. То есть на 20-е даже хорошо. Вообще, вот, минус элемента в том, что нету вот прям интересных вкусов, которые прям, ну, тянет попробовать. Не знаю, мне кажется, что стоило как-то больше поэкспериментировать, возможно, действительно, с какими-то необычными вкусами. Но я надеюсь, что 18 вкусов это не предел их возможности. Они еще потом выпускают. И надеюсь, что вот в этих обновках будут какие-то крутые миксы. Ну, так. Будьте молодцами. Еще раз участвуйте в розыгрыше. И всем пока. Все пока. Все пока. Все пока.